здравствуйте дорогие друзья один из городов который мы также заедем это терупати один из не менее древних городов очень интересный город и я не буду делать обзор относительно тех святых мест которые там есть и собственно не буду по крайней мере в этом видео не буду превозносить то количество храмов и так далее то что там действительно всего очень много вы сами можете видеть что невозможно все это запаковать в одно видео и на самом деле материала относительно городов индии и тех святым тех местил которые имеются в самой индии в россии вообще нету да то есть ну на 100 на самом деле это такое вот обедненное состояние у нас информация относительно самой индии но очень мало да много кажется что много но на самом деле когда туда приезжаешь ты понимаешь что в россии вообще ничего не знают об индии и не знаю с чем это связано эта причина но в сегодняшнем видео я зачитаю очень интересную историю относительно венкотеша я про это божество уже рассказывала единожды а может быть даже пару раз рассказывал очень интересная история его явления и почему я хочу рассказать именно этот эту историю с его явлением в силу того что у меня было опять таки видение связанное с данным божеством свинкотеша рай как и в предыдущем ролике я задумывался относительно того ехать не ехать всегда сомневаюсь всегда перепроверяю себя и конечно же духовным зрением я хотел получить благословение на поездку но уже из города терупатии от венкотеша ли хотя бы какой-нибудь знак то есть я просил хотя бы какой-то так намек что будет все хорошо обычно стараюсь вести себя скромно но видение которое случилось и не она была очень значимым я бы даже сказал потрясающим то есть мне дали понять что ехать нужно однозначно потому что место святое как бы и божество живое и силы там необыкновенная ну в общем одни плюсы точно также как помните я еще до поездки предыдущей записывал ролики относительно благословений на поездку в индию во вриндаван потом мы съездили к богине вайшнадеве потом в решикеш заехали заехали также еще и в харидвар сделали там омовение посетили несколько храмов и точно также и уже сейчас есть особые знаки основы особое благословение на данную поездку то есть у меня уже сомнений нет я знаю что нужно ехать однозначно есть даже личные видения которые я не стану рассказывать но не очень хорошие вот они касаются непосредственно всей моей семьи и малышей и супруги конечно же и ну тут личный момент я конечно такие моменты не рассказываю и вот в состоянии медитации как я уже сказал до этого задавшись вопросов относительно того ехать или нет будет успешная поездка или нет как нас примут в тирупати духовные силы и собственно на что мы способны там будем и было мне видение очень необычное в какой-то момент я увидел насчитывая мантру утратил ощущение тела но всегда эти процессы происходят приблизительно одинаково и увидел себя находящимся внутри храма но из-за того что я находился на священной территории и место было святое и божество было в данном храме я в какой-то момент из-за обилия света и обилия чистых энергий начал увеличиваться всегда когда посещаешь святое место астральное тело начинает очень сильно увеличиваться и я тогда начинаю себя видеть очень большим к примеру да и и находясь в этом храме из-за того что и на меня распространялось благословение венкотешвары божество которое находится в этом храме я увеличился настолько что стал выше даже самого храма поскольку храм был очень большим и я был таким большим что моя голова наверное упиралась в самые верхние слои атмосферы я видел с большого я видел с большой высоты индию штаты большие и малые города горы океан и так далее все вокруг видел было очень интересно но меня привлёк немножко другой момент и я увидел на большом расстоянии от от себя да я видел город в который мы также планируем съездить это третий город город майсур и чем примечателен этот город там находится гора на которой происходила битва между демоном махиша сура и богини дургой давно уже хочу съездить туда в это место и вот мы в этот раз уж точно едем я видел эту гору я видел необыкновенный свет который исходил от этого города но там же у подножия горы есть ашрам одного из довольно известных учителей я не буду упоминать имена кто знает тот знает и я знаю что этот учитель он на самом деле лжеучитель да то есть но я не хочу вдаваться уж сильно так в тему индии пытаться каким-то образом там их разоблачать нет это не мое дело у них есть свои авторитеты пусть они там решают эти вопросы я немножко тут со своими вот видите типа учителями разбирался на меня столько негатива было вылета что как-то я знаете лучше поостерегусь но с высоты духовным зрением я видел этот ашрам и я понимал что этот ашрам в очень скверном духовном состоянии и сам по себе учитель который там находится которого почитают как великого гуру он на самом деле лжец и более того там были признаки демонического существа и когда я на него смотрел что самое интересное понятно что демонические личности они всегда обладают сверх какие-то мистическими способностями у них есть ситхи воздействия на людей да и они находятся в частичном пробужденном состоянии но при этом они конечно же дальше продвигаться не могут потом поскольку им мешает гордыня и я когда на него смотрел я действительно видел демоническую личность в этом ашраме и он в то же самое время видел меня да на самом деле когда духовные существа встречаются они друг друга очень быстро распознают и видят духовные тела друг другу легко точно так же как я его увидел точно также и он меня видел когда он смотрел на меня он понимал что я прекрасно понимаю что он лжец да то есть но это видно духовным зрением этот знаете как бы это все не скроешь если ты ангельское существует духовное существовали божественная личность у тебя совсем другие символы. А извините, если у тебя там нечистые энергии, которые обладают темными коричневыми оттенками, ну, кого пытаться обмануть? Духовное зрение как бы невозможно обмануть. И я когда на него смотрел, знаете, я немножко так с презрением на него посмотрел, и мне стало даже немножко обидно за людей, поскольку есть масса людей и в России, в том числе, которые почитают этого учителя как великого, чуть ли не аватара там. И он видел мои мысли, и когда вот эта вот мысль мелькнула у меня в сознании, он мне ответил, да, с большого расстояния мне ответил. Тем не менее, смотри на меня, меня почитают, я известен, и у меня очень много последователей, учеников. Да, я услышал его речь, то есть, которая обращалась ко мне. Кроме меня, его, собственно, никто нас больше не слышал, поскольку, ну, как я понял, в том мире очень мало духовных осознанных существ. Он это сказал таким образом, что, ну, чтобы меня немножко пристыдить, типа, кто ты такой, да, то есть, я известный гуру, а ты даже, если ты что-то и знаешь, кому ты скажешь, ты ведь никому не известен. Вот так, имени, у тебя нет популярности, у тебя нет каких-то авторитетных покровителей, да, то есть, но известно, что у многих учителей в Индии всегда есть свои покровители из правительства, да, у них все депутаты, все министры, они принадлежат каким-то духовным кланам, и у каждого из них есть свой гуру, и они всегда прислушиваются к наставлениям гуру, да, то есть, ну, вот так вот у них, у них такая традиция, у них всегда, они получают благословение у святых учителей на то, чтобы принять какое-то очень важное решение, тем более то, что касается государства, и они даже государством на самом деле частично управляют, исходя из духовных знаний, но это другой момент уже, это не будем вопрос поднимать, и я понимал, что он немножко меня таким образом пытается поставить на место, показать, что, ну, как бы ты, да кто ты такой вот, на себя посмотри, да, ну, приехал ты в Индию, ну, получил благословение, венкотешивали, ты сядь и, типа, ничего не представляешь, на что я, причем совершенно спонтанно, ему ответил, что, как бы, даже если меня сейчас не знают, то в будущем обо мне узнает очень большое количество людей, и я буду известным духовным учителем, и у меня будет очень известная школа, причем по всей, не только в России, но и по всему миру, а ты, как был демоном, так и останешься, и что самое интересное, я ему так и ответил, причем раньше я даже как-то боялся, даже думать о таком, что, ну, как бы, знаете, есть, как бы, внешние авторитеты, ты понимаешь, ну, как может быть вот такой вот известный человек, вот таким вот не совсем чистым существом, но, тем не менее, я вот спонтанно, совершенно спонтанно из души именно вот таким вот образом ему ответил, сказал, что, ну, даже если о тебе все знают, но они просто не знают всего, да, то есть, я уже как бы немножко комментирую то, что мы там общались с ним, вот, то есть, даже если тебя, как бы, почитают, то твоя природа, она, как было демоническое, она такой и остается, а то, что обо мне не знают, допустим, сейчас, это не говорит о том, что обо мне не знают в будущем, это касательно некоторых предсказаний относительно того, что теми знаниями, которые я делюсь, в будущем действительно давно рассказывал, что я видел очень, очень серьезно, очень большую школу йоги, и будет много последователей, но это не совсем обычная будет школа йоги, и я скорее буду делиться знанием в формате дружеских взаимоотношений, потому что относительно себя могу смело утверждать, что я очень большой лентяй, и создавать какую-то школу, создавать какое-то учение, заниматься учениками, это не мое, дорогие друзья, видите, если бы у меня было желание за эти пять лет, уже можно было бы попытаться каким-то образом придумать какую-то школу йоги, начать ее как-то продвигать, но мне это все, как-то знаете, ну не совсем интересно, если я знаю, что человек является учеником, я это увижу духовным зрением, а приходить ко мне и говорить, я ваш ученик, или я ваша ученица, а в духовном мире, или духовное тело совсем в другом состоянии находится, не надо меня обманывать, были такие случаи, да, и я говорил, да, да, все хорошо, продолжайте учиться, но я ведь понимал прекрасно, что человек не является учеником, время показывало, что такие люди впоследствии просто уходили немножко в сторону, и на этом все заканчивалось, то есть, ну, своеобразный подход, своеобразное знание, и у меня немножко другой взгляд на все эти процессы, поэтому я не стремлюсь, я не хочу стать каким-то очередным учителем, нет, мне больше нравится дружеские взаимоотношения, друзья, на этом достаточно, вам нужны знания, пожалуйста, мне их море, берите, учитесь, развивайтесь, единственное, что, конечно, прошу, это уважение, проявляйте, если не будет уважения, то знания не будут работать, учитывая то, что, к примеру, если я уже довольно много езжу в Индию, у меня на самом деле очень много благословений в духовном теле, очень много, хочу сразу сказать, я о многих не рассказываю, и, к примеру, те люди, которые учатся у меня, они также в сновидениях получают благословения, связанные с теми божествами, от которых я получал благословения, и когда они мне задают вопрос, у меня были вот такие вот знаки, или у меня были вот такие вот видения, или у меня были какие-то такие мистические переживания, допустим, в медитации, я им объясняю, что вот этот символ связан с таким-то божеством, вот этот символ с таким-то божеством, и они причем даже замечали, что их развитие происходит, и начинается после того, как они начинают заниматься по моим занятиям, использовать знания, использовать знания, которые есть у нас на канале, вот ну или же даже заниматься йогой вместе со мной ну как то вот так вот когда я вот этот элемент увидел для меня данное видение было очень значимым я понял что все правильно едем без трудности никогда не бывает и трудности мы не боимся поэтому но в эту поездку постараюсь взять таких знаете как бы ребят закаленных скажем так в бой идет духовный спецназ а относительно других знаков буду также стараться получить мистические знамения также запишу и о этих всех городах ролики подробно это чтобы мы все видели что у индусов в городах действительно просто не описать какое количество святым они очень любят свою духовную религиозную традицию и не и не отделяют как у нас это происходит да то есть есть православие есть люди они не отделяют для них религия для них духовная традиция это жизнь вот понимать они живут этим для них это вот не знаю даже как сказать но вот это вот их сердце у нас такого нету знаете у нас нет такого чтобы мы любили всей душой всем сердцем своих святых так там у нас видите советский союз все выкорчевал ладно сегодня зачитаю очень интересную историю то время идет а я все стою на одном месте и так история связана с этим храмом храмом баладжи это одно из его имен другое имя венкатешвара или же ширине вас это третье имя и он известен под всеми этими тремя именами в разных храмах его изображают по-разному это большинство распространено именно в южной индии и так храм баладжи тиру малай находится в южной индии неподалеку от города тиру пати в городе вместе под названием шеша чала благочестивый индус а теперь и не только с утра и до вечера стоят нескончаемая очереди к воротам храма эта очередь из страждущих попасть на даршан прием божества часто растягивается на километры а время ожидания на долгие часы храм настолько популярен что именно здесь многие паломники стремятся совершать ритуал избавления от материалистичных желаний как символ этого они сбривают волосы для чего рядом с храмом работают сотни бродобреев более 30 тысяч человек посещают храм ежедневно на воротах храма висят два огромных мешках куда посетители храма бросают свои пожертвования в виде денег из золота книга рекордов гиннеса утверждает что храм тиру малай является самым богатым храмом на планете ежегодный бюджет храма составляет около так 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 миллиарда 800 миллионов рупий примерно 45 миллионов долларов но сейчас другой курс божество баладжи известно тем что быстро исполняют любые желания каждого веды утверждают такого милостивого проявления господа как винкотешвара никогда не было в прошлом никогда не будет в будущем нет места более могущественного вселенной чем винката адри место где стоит храм винкотешвары люди со всего мира стекают царикой к величественному храму баладжи несут несут ему свои пожертвования которые господь ширине вас накапливает и отдает свой долг богу богатство кубере каждый кто жертвует баладжи хоть что-то обретает особую милость шримати лакшми деви богини лакшми любые его желания исполняются то есть для того чтобы умилостивить богиню лакшми нужно принести денежки отдать в этот в этот храм и тогда мы получим но по сути сотни раз больше потому что благословение лакшми оно основополагающее если есть благословение лакшми и дети будут здоровыми умными и судьба будет прекрасно и счастье будет семье и любовь будет семье лакшми это богиня протестания любви и счастья история божества баладжи изложена в брахма вайварта пуране и и пересказывает сута госвами в лицу наимишаранья сута госвами сказал что венкотешура нисходит в этот мир века ли для того чтобы спасти падших людей века кали любой кто с верой слушает истории о появлении в этом мире божества шри венкотешура получает мокшу освобождение то есть все мы слушая прямо сейчас эту историю о божестве известном как венкотешури получаем благословение на то чтобы избавиться от трудной кармы улучшить свою судьбу и в конце концов прийти к просветлению мудрецы собравшиеся в лесу наимишаране для совершения грандиозного жертвоприношения попросили святого суту госвами рассказать им о том как является на землю господь венкотешура баладжи сута ответил шри венкотешура пришел на землю как спаситель и покровитель человечества он сам верховный господь ставший видимым для взора обычных людей он воплощение вишна он всегда готов ответить на молитвы своих преданных и приходит всегда когда им грозит беда вы очень разумный потому задаете вопросы о господи такие вопросы принесут благо не только вам но и всему человечеству и потому достойны прославления сута помолился своему духовному учителю в ессадеве погрузился в медитацию в которой история венкотешуры предстала как наяву перед его мысленным взором на самом деле он духовным зрением видел все эти события и описывал их и так описывается история народа в гостях у брахмы как-то раз господь брахма восседал на своем троне во дворце на сайте локи с расвати его супруга сидела рядом с ним и играла на вине полубоги среди которых были индра дикпалы покровители сторон света сурья новограхи покровители девяти планет семь мудрецов собравшихся вокруг него благоговейно созерцали творца вселенной в этот момент распевая гимны прославляющие господа на райана на сайте локу прибыл великий мудрец народа лучший из сыновей брахма он поприветствовал родители не получив от них благословения сел рядом с ними народа известен всем как вестник поэтому все собравшиеся с нетерпением ждали от него каких-то новостей народа сказал отец с тех пор как кришна покинул землю она стала подобно аду люди потеряли всякий стыд и повсюду царит беззаконие кто сильнее тот и прав говорят они мне думается пришло то самое время для того чтобы кришне вновь воплотиться на земле сын мой ответил ему брахма ты всегда странствуешь по всем трем миром и куда лучше нас знаешь что творится в мире нет ничего что укрылась бы твоего взора но зачем ты спрашиваешь меня ведь ты и так прекрасно все знаешь ты сам прекрасно сумеешь устроить все так чтобы господь вновь явился в этот мир выслушал слова брахма народа муни покинул его дворец и отправился на землю на самом деле как бы народа он таким образом выпросил благословение на этот поступок у брахма и учитывая то что брахма является его отцом он поступил очень очень верно потому что всегда дети должны спрашивать благословения на всю свою деятельность у своих родителей тогда это деятельность она не противоречит роду и такие поступки они прославляют сам род всех потомков до определенного количества выслушал слова брахма народа муни покинул землю дворец и отправился на землю окружающие творца полубоги мудрецы преисполнились радость однажды собравшись на берегах ганги мудрецы под предводительством кашья по муни решили произвести грандиозное жертвоприношение которое принесло бы благо для всей вселенной на их собрание явился народа мудрецы поприветствовали его и предложили ему почетное место и народа удовлетворенный их приемом спросил вы проводите такое огромное жертвоприношение но кому предназначена ваша жертва кто получит все эти жертвенные дары мудрецы смутились преданные господа шивы предположили что ябью следует совершить махешваре потомки творца вселенной риши возразили сказал что дары должен получить брахма вайшнавы же не хотели слышать ни о ком другом кроме как господи вишну среди мудрецов разгорелся спор чуть не переросший в драку народа послуживший причиной раздора предложил мудрецам самим выяснить кто из трех божеств управляющий всей вселенной является наивысшим и стало быть достойным получения дорог этого великого жертвоприношения он предложил выбрать одного из мудрецов испытать трех повелителей вселенной брахму шиву и вишну для того чтобы узнать кто же из них является верховным господом для проведения этой нелепой проверки народа муни предложил кандидату великого мудреца и аскета бхригу муни тот согласился вскоре отправился в путь бхригу испытывает господа брахму господь брахма со своей супругой сарасвати восседали тронном зале своего дворца что находился на на высшей из планет материального мира с эти локи от окруженный мудрецами и полубогами они объясняли им ведой вдруг там появился пхригу муни он окинул взглядом присутствующих и не говоря ни слова прошел и сел рядом со своим отцом брахмой все присутствующие были очень рады визиту пхригу но никто не мог понять причину столь пренебрежительного отношения к брахни сам брахма почувствовал себя задетым невежливым поведением своего сына его глаза покраснели и голосом которым чувствовался гнев творец сказал пхригу ты мой сын но похоже ты накопил при помощи суровых аскез огромное могущество ты слишком возомнил о себе я никогда не думал что ты настолько глуп и полагаешь будто бы ты выше всех этих мудрецов собравшихся здесь неужели ты думаешь что ты выше чем она су я жена отри сыновьями которой стали мы вишну шива и я или ты думаешь что ты выше чем гаутама чем джима дагни ты не выразил им никакого почтения и даже не обратил на них внимание ты ведешь себя как последний глупец пхригу видя гнев брахма понял что того обуяли волны раджа гуны мирской страсти потому он не может считаться повелителем законов материальной природы с горечью в голосе пхригу сказал о господин тебе не понять той причиной что привела меня сюда ты разгневался на меня без всякой необходимости потому я проклинаю тебя отныне до скончания веков никто на земле не будет поклоняться тебя а на земле не будет воздвигнута ни одного храма в твою честь сказав так пхригу отправился в обитель господа шивы на кайлаш но это известная история относительно того что действительно богу брахни на земле на нашей планете не поклоняются если не ошибаюсь существует только единственный храм который есть в индии в котором действительно поклоняются богу брахни там тоже при определенных обстоятельствах пхригу испытывает господа шива господь шива вечно пребывает на серебряной горе кайлаше сидя вместе со своей супругой парвати они наслаждались пением гимнов которыми оглашали горды его верные слуги нандишвара брингишвара чиндишвара и другие в этот момент на кайлаше появился пхригу муни он прямиком направился во дворец господа шивы и без предупреждения вошел прямо во внутренние покои где шива наслаждался обществом своей супруги парвати увидев постороннего зардела серумянцем от смущения и выбежала прочь из комнаты а господь шива пришел в неописуемую ярость пхригу закричал он ты сын брахмы ты совершил столько аскезы так много знаешь но до сих пор тебя никто не не обучил хорошим манерам сейчас я их тебе преподам сказав это господь шива выхватил трезубец и замахнулся на парвати вступилась и помешала ему господь шива успокоился также скоро как и разгневался пхригу муни произнес мой дорогой брат шив ты даже не спросил что привело меня сюда вместо этого ты набросился на меня с трезубцем извини но мне кажется что ты сам не знаком с хорошими манерами и обвиняешь меня в этом как же ты можешь их преподавать так вот я проклинаю тебя отныне на земле тебе будут поклоняться к клингому и ни в одном из храмов не будет твоего настоящего мурти произнеся свое проклятие пхригу муни отправился в обитель господа вишну пхригу описывает господа вишну господь вишну отдыхал возлежа на змее шеши аллашми сидела у его стоп и массировала их чтобы доставить удовольствие саму вечному супругу вишну прекрасно знал что к нему спешит пхригу муни но не подавал при этом никакого вида пхригу переживал вспоминая о приеме которым он удостоился насыть аллоки и кайлаше не говоря ни слова он подошел господу вайкунхи и небрежно пнул его ногой в грудь но по другой истории он поставил ногу ему на грудь нас но вишну казалось настолько не смутило такое обращение он приветливо улыбнулся и спросил мудреца не ушибли тот ногу вишну поспешно встал со своего ложа усадил на него пхригу принялся растирать ему стоп и господь осведомился о гости о цели его визита увидев что оскорбительное поведение нисколько не задело не разгневал господа вишну пхригу понял что именно вишну на рай на и есть высший господь и пхригу припал к лотосным стопам господа и стал просить у него прощение мой дорогой мудрец прошу тебя не беспокойся так успокаивал его шри хари все произошло так как должно было произойти ты был лишь инструментом в руках проведения пхригу рассказал о цели своего визита и пригласил господа вишну на району прийти на жертвоприношение устроенное мудрецами и принять все жертвенные дары господь пообещал что придет туда в надлежащее время пхригу был счастлив он вернулся на берег ганги рассказал мудрецам о своих странствиях довольные они продолжили свое жертвоприношение лакшми уходит с вайкунхи лакшми не смогла вынести того как на ее глазах оскорбили ее вечного господина и повелителя в гневе она сказала ты повелитель всех миров и все же ты позволил этому гордецу пнуть себя ногою в грудь твоя божественная грудь является местом моего прибежища я не в силах этого понять я не в состоянии этого выдержать на самом деле до грудь является любимым местом богини лакшми она там пребывает постоянно у господа в сердце и никто не имеет права прикасаться к этому участку тела у нарайаны поэтому она так немножко пришла в недоумение почему ты так беспокоишься ответил господь вишну все живые существа наши дети этот приуму не также является нашим сыном разве должен обижаться отец когда его маленький ребенок задевает его ногой кроме того пхригу мой возлюбленный преданный а я покровитель защитник своей всех преданных мой господь продолжила лакшми ты можешь поступать как пожелаешь но я не могу вынести такого когда на моих глазах кто угодно оскорбляет тебя увидев все это я совершила ужасный грех который теперь мне необходимо искупить я не могу оставаться в духовном мире мое место там на земле где могу где я смогу предаться аскезам но перед тем как покинуть тебя я хочу сообщить что я проклинаю пхригу мони а вместе с ним и всех брахманов отныне и навсегда они будут бедны и никогда не поле и я никогда не появлюсь в их домах лакшми деви произнесла это проклятие покинул духовную обитель на земле в местечке под названием колха пур она предавалась суровым покаянием и аскезом божество ширине вас а пришло время однажды путешествуя в тех мирах на родам уни рассказал лакшми о том что пока она совершает суровый аскезы и вечный супруг ширине вас а женился на молодой красивой принцессе под мовать и когда лакшми пришла в дом ширине вас она увидела там такую картину ширине вас возлегал на богато украшенном ложе и в его стоп где положено находиться лакшми сидит незнакомая молодая красавица лакшми пришла в неописуемый гнев и между ней и по мовать и разгорелся отчаянный спор каждая из женщин выдвигала свои весомые неоспоримые аргументы в защиту собственного права находиться у стоп ширине вас а господь не мог долго смотреть как две его возлюбленная ссориться он решил успокоить их для этого он поведал им историю о том как они обе приняли участие в его рама лили как подмовать и досталась незавидная роль тени ситы богини ситы которая пребывала в заточении ураваны и как рама чандра благословил ее пообещав что в одном из следующих его приходов на землю она станет его женой лакшми понемногу успокоилась она поняла что ничего не потерял увидев что лакшми джи взяла себя в руки шли не вас тут же сменил тему разговора пытаясь подчеркнуть значимость своей вечной супруги свою зависимость от нее моя дорогая лакшми ты не представляешь какую сложную ситуацию я попал пока тебя не было рядом со мной вместе с тобой пропало все богатство которым я всегда так беспечно распоряжался я стал нищим и когда мне необходимо было жениться на подмовате ты не поверишь пришлось взять денег в долг я взял у куберы очень большую сумму потому что на моей свадьбе гуляли все три мира мало того кубера дал деньги под большие проценты потому что в кали югу любое богатство стремительно обесценивается я не знаю как мне теперь быть у меня лишь одна надежда на тебя ширине вас говорил так искренне что лакшми окончательно успокоилась и стала подумывать как бы помочь своему бедному супругу если конечно ты согласишься продолжал ширине вас я поделюсь с тобой своими соображениями о том как можно будет погасить долг все знают что во все времена мои преданные были бедны так было всегда потому что мои преданные очень дорогие мне ты не позволяешь им стать богатыми а значит и гордыми но сейчас в кали-югу ты могла бы сделать для них исключение пусть они будут немного побогаче если они станут побогаче в них появится гордость и привязанность в результате возникновения гордости привязанности они начнут совершать ошибки после совершения ошибок жизни придут проблемы для разрешения которых они непременно придут ко мне я буду давать им нужные советы не будут давать мне свои пожертвования я думаю что денег будет достаточно чтобы в срок рассчитаться с куберой лакшми же согласилась а ширине вас продолжим нам придется остаться в этих местах до конца кали-юги недалеко отсюда есть озеро с вами пушка лини где в твою честь будет воздвигнут великолепный храм в котором я попрошу тебя поселиться но для того чтобы твоя ревность пропала совсем я предлагаю тебе раз и навсегда поселиться и в моем сердце лакшми же уменьшилась в размерах и вошла в сердце господа ширине вас оставив на его груди знак виде спирали в три с половиной оборота моя дорогая обратился а ширине вас к подмовать и эта атмосфера века кали сильно утомляет меня я уже устал от всех этих проблем которыми изобилует калию я сильно истолковался по общению с моими чистыми преданными поэтому я принимаю решение вернуться на вайкунтку я больше не могу видеть всех этих материалистов которые в будущем буквально одолеют меня я останусь здесь в горах тиру малы форме моего божества только так я смогу спокойно общаться с материалистами но сам я и ты вместе со мной вернемся вечный духовный мир после этих слов ширине вас превратился в божество божество ширине васа в наши дни известно как шри баладжи и или шри венкатешара по имени холма венката где находится его храм глаза божества всегда закрыты повязкой господь не хочет видеть лица тех кто приходит к нему он не глядя раздает свои благословения оставляя последствия таких щедрых буквы благословений на совести тех кто их просит люди со всего мира стекаются рекой величественному храму баладжи несут ему свои пожертвования которые господь ширине вас накапливает и так отдает свой долг кубере каждый кто жертвует баладжи хоть что-то обретает особую милость шримати лакшми деви любые его желания исполняются любой кто с верой слушает историю о появлении в этом мире божества шри венкатешара получает мокшу освобождение просветление и достигает духовных миров игры господа ширине вас они закончились и продолжаются по сей день на сегодня дорогие друзья достаточно до новых встреч